здравствуйте друзья впереди новогодние каникулы и чтобы вам не было слишком скучно я для вас создаю серию фильмов сейчас вы ее увидите смысл этих фильмов и так 2007 года когда фотографии получили техника дошла до того что фотографии стали очень качественными а значит можно получить максимальную пользу от их комментариев я решил что это пригодится и вам с новым годом наступающим друзья поехали принцип такой все фотографии подряд комментировать никакой системы никакой темы все в разброс поехали так это одна из моих яблонь это антоновка а мне нужно проверить идет ли запись а вроде бы идет это антоновка почему я эту фотографию вам показываю дело в том что существует отдельная тема называется колновидная яблоня вот там на юге удалось где-то достичь максимального урожая разового подчеркиваю разового это как одноразовые презервативы один раз получилось заграфировали сказали 15 лет будете получать такие урожая с этой палки которую по недоразумению вертикальной палки которую по недоразумению назвали саженцем на карликовом подвое а это такие редкие случаи и они распространяются на срединную ручь и на северную ручь я взял и сказал себе вот такое одно дерево каждая ветка оно как бы конкурирует с целым саженцем колновидом согласно каждая ветка и вот то что вы видите выражается этого дерева как сажать большого колновидного сада только в моем случае уход ноль одна беда собрать урожай а там огромная работа по содержанию колновидного сада поняли про моё сравнение а вот и колновидка она вырожая на моём саду естественно дивно карликов по двое это было бы глупо потому что высота это яблони три метра причем я не оговорился я не сказал я яблони одной то есть это одно дерево у него две вертикальные ветки так получилось но я обязан был раньше например весной зимой когда еще не было листьев и не было еще не планировался урожай одну отрезать вот положено отрезать две нельзя не положено вот это глупость одна из величайших премии истории создания мифов о колновидных яблони вот вам пожалуйста но здесь главное достижение это даже не это не то что я правильно сделал что не отрезал но главное весь успех в подвоях подвоем служит это я упреждаю этот вопрос когда-то потом разберем подробнее подвоем служит корневой отводки так это у меня слева большевский абрикос дикий а справа он же оккультуренный вот разница заключается в том что пожив рядом с культурными абрикосами получаем то что справа подробнее пока говорить не буду то есть вот эта фотография сколько здесь пятьсот тридцать грамм яблоко вот это нормально это портал батинский так ремонтантная малина обратите внимание что где-то здесь у вас снег лежит я не шучу вы видите что я одет по зимнему даже шапку нацепил вот а малина все еще едим это бабье лето сорт это это сибири сибирь не самая холодная у меня юг красавиатского края вот шашинский район вот пожалуйста получайте еще раз главное идет и запись так ладно возвращаемся 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 так следующая фотография это так называемая трава полевица побегоносная это она начинается цветать я не кое-что скажу но чуть позже вот самая практически обычная черная смородина чем она мне нравится я не сторонник вот этих вот уже есть плоды в два раза крупнее они как бы со временем эти сорта они поражают своей величиной урожай неплохие но у них болезнь больше чем дальше дикость это не дикое это смородина культурная вот но чем дальше казалось бы дикости тем больше болеют чем они как бы культурные листья болеют побеги болеют и мы имеем плоды крупные бывают огромные но у них уже не так насыщены витаминами вот поэтому мы не стали гоняться за гигантизмом так это красный хутор одна из разновидностей вишни вишни штаб который я обнаружил в красном хуторе так теперь вот так выглядит полеют побегоносы во время цветения вот я в то время и увлекался и рекомендовал многим потому что она покрывала темно красивейшим газоном давала очень-очень такой насыщенный герн плотный защита от морозов идеально вот но потом оказалось все не так просто говорю как есть без прикрас вот она во время цветения вот раздражается семенами или очень хорошо раздражается дёрном кусочки дёрна расползаются как тарканы вот один из примеров видите есть такое понятие у меня уже называется так питомник кочующий плавно переходящий вот если сад то есть если вы заметите видите где чёрная земля где нет дёрны это всё ещё питомник а выбирая один из самых надёжных деревьев самых которые выделяются своей силой здоровьем прекращается то есть уже он не выкапывается не продаётся остается навсегда и становится маточным деревом а уже заранее заложено то есть несколько комочков дёрна разрастается быстро быстро но не у вас вот почему у меня не получилось до конца однажды когда у меня уже газон был великолепный я ещё покажу раз упреждая события говорю однажды без снежной зимы до нового года при температуре до минус сорока чёрная земля или в общем земля без признаков снега и вот тогда сильно вывергла вот этот дёрн именно из полевицы по меганосной и на следующий год пошёл к лачками там где он погиб пошла другая трава сварды вот пришлось восстанавливать газон опять работать а потом махнул рукой и сказал себе я буду просто сокращить а там любая трава которая попадает под косу потом опять отрастает опять за лето 3 примерно в среднем покоса и уходит в зиму сад в поддёрнном тут есть проблема с этим с противопожарной безопасностью но это не сегодняшняя тема а итог скажу что сейчас современные закосы закосы можно вот так вот косить эту траву что земля дёрнуты не тронуты а фактически гореть нечему то есть буквально вычищается всё что торчит выше уровня земли и дёрнуты не тронуты и скошено всё и гореть нечему это степная вишня она в принципе даже она не так распространена как хотелось бы эту тарану трудно остановить распространяется растёт очень легко даже не кусочками все облинились а вот корневой отводок раз его от этого корневой отводок от взял и выкопал а это полноценное дерево до третий год уже начинает плодоносить она невкусная но она самая надежная из всех вишут считается почему называется степной может где угодно посреди голой степи вот витра ее пригладят где-то залазит в любое дизинку спрячется в складке местности спрячется и плодоносит вынусливо невероятно это ее качество она как продукты переработки она должна быть каждому так ну это культурная вишня вот даже не вишня а дюк вишня черешневая ну все равно посмотрите на листья видите они какие удлиненные у обычной вишни лист с сердечком а вот эти удлиненные листья они выдают уже признак того что здесь гены черешни все равно вишня все равно кисловато но уже крупнее обычной и называют уже дюк черешневый гибрид еще еще можете раскрыть загадку глянь и делаем легенды листья так ну это моя фотография рекламная это тоже почти рекламная вот так оно бывает видите поплакала а теперь улыбается о чем идет речь значит годом раньше все недели это было укоренение бальники фрагменты смородины один два листика этот самый черешок втыкается в землю накрывается бутылкой мы еще до этого дойдем так и проходит вторая полная укореняется под бутылкой всего месяц хороший полив а в середине следующего года уже мы видим практически здоровые саженцы вот я это называю зеленым черенкованием саженцы и они уже закладывают цветочные почки видите не дай вам бог заниматься выращиванием смородины потратите годы и получите очень мелкие полукультурные а может быть даже дикие мелкие мелкие семена ой уже не семена а плоды вот ну а дальше вот она такая еще раз никогда не хвастался огромностью плоду главное сочетать с себя вкусно они вкусные что меня удивляет что многие едят корстями а мне это нравится вот фотография значит когда-то вот этот человек взял и посадил саженец и окружил его вот этими вот арматурой очень ему показалось что эта вещь удобная я попросил его посоветовал убрать чтобы не заборозить корни иначе черта расти не будет она и так не растет вот и вот это же опять возвращаемся к этой смородине вот она такая есть столько дает обычно куст один выночная вишня долго выбирал когда-то я купил участок когда в Красном Куте 10 суток там было 5 вишен на следующий это был 84 год 84 год это 40 градусные морозы 80 85 года из 5 волосных вишен зашли 2 или 3 или 2 во всяком случае из 5 2 или 3 были мертвы не выдержали морозы возможно они были вкусные а те которые зашли они оказались кислые а это я уже доставал доставал по соседям искал чтобы оказывается у каждого из них они все из косточки их никто не плевает вращаются с косточки но все равно у него совершенно разное вкусовое качество кисло-сладкие сладкие кисло-почти сладкие вот вот такая градация вот я так вначале пробовал потом говорю вот отсюда я возьму косточки и выращу вот и вырастил геопатогенную зону жуткая вещь я вам сказал тема отдельная тема наиважнейшая вот на данном этапе вот что мне сказать самый минимум видите не растет подозреваете только пока подозреваете что это геопатогенная зона только пока подозреваете но если вы научите владеть рамками я вас поздравляю вы можете рамки называются биолокосонные у меня целый набор фильмов на эту тему кто слышит в личку мне или ватсап пришлите я вам бесплатно пришлю эти фильмы вот и вы научитесь владеть рамками изготовлять рамки вот в конце концов вы можете спасти жизнь и здоровье своих близких поработав с рамками в саду научившись определять гиблые места вы этот опыт перенесете к себе домой вот уже будучи корифеем а для этого нужно всего несколько уроков вот вы возьмете и переставите мебель на безопасные места вот пока я это все сказал на этом этапе вот это начало по отношению когда-то я поселке елоков обнаружил огромную невероятно это было где-то году 86 7 я нашел огромное огромное дерево которое было такое урожай абура абура подчеркиваю вот невероятно выпросил веточку и от меня уже то дерево как было одно так одно осталось а вы оказались со мной вместе с человеком который уже их тысячу раз распространил и в виде косточек и которые дают неплохие результаты от косточки и в виде саженцев привитых вот и разошлись сначала по округе а теперь по всей России вот и тогда я сказал себе небрезбытия да плоды не самые крупные с кислинкой достаточно твердые но это особый случай когда мы скушать столько не можем сколько вы видите на экране физически не можем скушать тогда а продукты переработки можем использовать в десять сто раз больше чем при еде а я назвал этот сорт мечта хозяйки почему соки компота малиния джемы и все все одного дерева хватит для нескольких семей не поверите ах не верите так ну это особый случай это дерево которое средняя достатка я единственное дерево достал мне упрекали я же стал таким что ли независимым исследователем лучший сад абрикосовый в России и тогда мне начали упрекать да вы все достали в науке вот из абрикосов все что я достал в науке вот все больше ничего вот кстати вот такой ну середачок а это тоже ну этот сразу погиб вот по непонятным мне причинам возможно он был героин он тоже в науке этот сейчас живой а этот погиб вот фотографии еще раз 2007 2008 года это опять тот же абур вот тот же этот как тот же этот только в профиле что но абур а вот это вот удивительная фотография это одна из пяти веток тогда молодого сколько же было было лет вот 20 22 30 ветер дало это дерево 30 ветер вы скажете не может быть поверьте что таких веток 5 это одна из них вот это есть отца вывод так на девушек не глядеть ничего смотрите на фотографию королевского абрикоса вот еще раз говорю на девушек не глядеть это реклама правый поливис побегоносцы которая заменяет собой ну мягкое как матрас вот это это серафим абрикос это тот амур самый первый абрикос вот это бай это снова амур это уже не помню главное что обратите внимание на мою линейку она спасла мою репутацию вот но сделала меня самым уважаемым среди мошенников знаете почему они присвоили мои фотографии огромное количество фотографий выдали их за свои а их выдала вот эта линейка постепенно мы будем возвращаться к этой линейке я буду показывать одну вторую десятую фотографию присвоили мошенникам представляете наука меня до сих пор своего не считает а мошенники да вот это значит что мои фотографии далеко не самая худшая на всей планете учитывая что они всегда знаете почему мои воруют всегда они в первых рядах там где человеку надо своровать он дает команду компьютерщику а компьютерщик берет и скопирует мои фотографии то есть все подряд выбирая наиболее яркие и вот как нас попадают поэтому я прошу обратить внимание на эту линейку где где она фотографии мои это даже лучше выдает чем это знаете сейчас я вам кое-что хотел показать вот смотрите это что за собой видите то же самое что мы сейчас разбирали только план пробежий и вот здесь что получается вот я вам показывал вот эта вторая фотография вот я вам показывал ее как это это один из удачнейших колдовидных яблок в Сибири она самая лучшая до сих пор то есть лучшего этого нету потому что в Сибири они просто дохнут и дохнут и дохнут и сотни тысяч проданных по Сибири превратились в костер а она жива смотрите как доказать что она моя вот когда фотографируешь фотоаппарат дает вот такие данные я ничего не делал я даже на правую мышку не нажимал на него не нажимал я просто взял вот так подвел и все что мы видим тип элемента файл дата съемки 2009 год вот разрешение размер 187 мегабайт название Samsung то есть это мое сто процентов и когда кто ее ворует скажет что это его если вдруг прижать он говорит нет железо у меня украл мне приходилось сделать вот так вот видите дальше смотрите вот рекордные эти бои 2009 год смотрим первая фотография 2009 год давайте на девочку посмотрим 2007 год смотрите фото 2007 8 9 2010 вот они здесь оказались перемешку это потому что я не опытный такой был их надо было разделять по годам закончился 2007 год отдельно папку ну а так получилось я думаю вы не обижаетесь вот вот видите фотографии с линейкой вот для примера вот видите вот эта фотография украдена одни делают это я вас учу одни делают так ах пофигу вот так и это придумал свое название кстати вы видите академик а другие другие отрезают эту линейку и все и она меняет это как бы сказать нефтевит меняется и выдаются свои теперь мы наверное будем сейчас останавливаться останавливаться ну пролистаем еще вот так вот так вот и вот тут начинается серьезнейшая тема я наверное закончу эту как первую серию надеюсь вам понравилось дальше пойдут такие чудеса вот а вы обязаны не знать об этих чудесах ну что друзья давайте пока расстанемся пусть это будет первая серия придумаю ее название вот какое-нибудь звучное надеюсь и закончится где-то на сороковой пятьдесятой серии когда-то я делал то же самое почти по три часа я потом говорю ну мы не можем по ссылку смотреть тогда я начал делать по 10-15-20 минут все благодарю за внимание кто в все в все Продолжение следует...